Детективная история С начала весны в Самаре действует программа «Цветущий город». Яркие шапочки растений радуют глаз вдоль уличной дорожной сети, во дворах, скверах и парках города. К такой красоте ни один человек не останется равнодушным. Даже туристы с первого взгляда отмечают самарское обилие цветов. Я на самом деле не местный. Я с Дальнего Востока приехал в город Благовещение. Заметил очень много цветов на самом деле. Прямо клумба на клумбе. Да, город очень зеленый. Это здорово. Однозначно и очень красиво. Я считаю, что наши флористы достойно представляют город. Но не все радуются яркому городу. На улицах появляется все больше горе садоводов, желающих забрать частичку красоты с собой. Только за июнь месяц загородский клумб украдено более 5000 цветов. В выражении метражным это порядка 160 метров квадратных. Общий ущерб порядка 250 тысяч рублей. Причем клумбы в основном это те, которые вдоль уличной дорожной сети, которые сейчас высаживаются в рамках программы «Цветущий город». И клумбы, которые находятся и в скверах. Злоумышленники не просто срывают цветы, но даже выкапывают и уносят их прямо с землей. Чаще всего таким нападением подвергается петунья и герань. Ведь они легко приживаются в комнатной среде. Это герань. Петунья традиционно излюбленная. Такое растение, которое часто с компа исчезает. Потому что ее используют для оформления балконов и так далее. Тоже тагетис берут. Причем хотел бы сказать, что многие из этих растений, например, считаются, думают, что его можно будет посадить дома и использовать как комнатный. А тем не менее это невозможно. Чисто из его биологических особенностей. Потому что это однолетники. Они растут только при солнечном свете. И в домашней содеи просто погибают. Могут на свои объекты, могут на свои балкончики. Ну а могут просто из хулиганских побуждений. Есть такие случаи, что вот просто выдернули и рядом тут же положили. Вот. И оставили. Естественно, без земли растение засохло в течение какого-то определенного времени. И все равно его приходится потом по новой заманять. Похитители растений не задумываются о том, что выращивание каждого цветка – это огромный труд. Круглый год сотрудники теплиц выращивают ростки из маленьких семечек. Каждый день ухаживают за ними, провожают до клумбы. И все лето следят, чтобы растения не погибли и радовали глаз самарцев. В преддверии чемпионата мира город должен быть красивым. Город должен как бы быть интересным. И каждый житель должен ратовать за то, что он в этом городе живет. И вот в таком красивом, в таком цветущем, как наша Самара. Если растение пропало, целостная композиция клумбы сразу нарушается. Поэтому практически каждый день ведется работа по посадке новых цветов. И, конечно, уход за растениями. К счастью, разумных и цельничек красоту города людей куда больше, чем горе садоводов. Если вынули аккуратненько это, ладно, они же топчут еще. То есть поганят и газоны, вот это все, что люди сажают, стараются. Да и деревья ломают, господи, что там говорить. Ну, менталитет такой. Ужасно. Я считаю, что нужно украшать свой город. И если кто-то это украшает, и не ты тем более, значит, брать не надо. Это неприлично. Правильно. Зачем портите? Люди делали, как, делают город красивее, а кто-то это все портит. Зачем? Сделали красоту, не трогайте. Наверное, по щелчку пальцев так сказать, там, не знаю, объявление дать, это ничего не поможет, наверное, это больше такая проблема культурного какого-то воспитания, наверное. Будем надеяться, похитители прислушаются к мнению горожан. И до самой зимы наш город будет оставаться цветущей и яркой Самарой. Продолжаем наш детективный выпуск. В последнее время самарцы стали замечать на пляжах людей в черном и с косами в руках. Кто это такие и чем они полезны для экологии, расскажу прямо сейчас. Пляжный сезон в самом разгаре. И город-курорт по традиции становится главной точкой релаксации жителей региона. Однако глубь воды самарских городских пляжей в этом году прячут множество сюрпризов. Главный и самый неожиданный из них – это водоросли. В этом сезоне их особенно много. Как говорят экологи, водоросли бывают разными. На берегах Волги распространились высшие растения, которые хоть и не вредят реке, но мешают как отдыхающим, так и водному транспорту. Главная причина такого бурного роста – жара, которая держится в городе уже больше месяца. Из-за того, что сейчас достаточно температура высокая, держится уже длительное время, и вода хорошо прогревается. Это, конечно, способствует росту любых растений, как низших, так и высших. Для борьбы с зеленой напастью на пляже вышли водолазы. Люди в черных гидрокостюмах борются с водорослями с помощью косы. Железное орудие в два счета рубит подводный сорняк. Человек психологически элементарно задевает ногой, у него возникает паника. А на воде это опасно. Я так понимаю, что это делается чисто из эстетических целей, чтобы вот они судоходству, во-первых, не мешали. Да, растения эти очень, конечно, могут мешать прохождению крупных судов. На винты наматывают. Это вызывает определенные неудобства, может даже вывезти из строя судно. Поэтому, в первую очередь, это, по всей видимости, из-за этого производят такие мероприятия. А также для того, чтобы наш водоем был с эстетической точки зрения. Удобнее было в нем плавать людям. Раз в 10 дней водолазы опускаются на дно, чтобы помочь Волге стать чище. Работа ведется на глубине до двух метров на территории до буйков. Кроме борьбы с водорослями, необычные водолазы собирают и мусор со дна. Мы погружаемся, собираем бутылки, всевозможные колючки, режущие, большие камни. И по мере произостранения травы, косим косой. Мероприятия по очистке берегов водолазы проводят рано утром. Самарцы к ним уже привыкли и даже не удивляются. Наоборот, уверенно идут купаться, зная, где поработали водолазы, точно чисто и безопасно. Когда на дно наступаешь, да, неприятные ощущения. Я еще вчера заметила, что здесь трава растет и очень хорошо, что все очистили. После покоса водоросли необходимо утилизировать. Нас уверили, их отводят на специальный полигон. После водолазов водоросли прибивают к берегу. Мы, соответственно, складываем их в мешки и утилизируем на полигон, как мусор. Работы по очистке от мусора и покосу водорослей будут вестись весь летний сезон, вплоть до 31 августа. Поэтому можно быть уверенными, что до сентября водоросли точно не побеспокоят отдыхающих городских пляжей. Теперь можно смело идти купаться. Водоросли вас уж точно не побеспокоят. В эфире была программа «Экологика» и я, ее ведущая, Карина Лебединская. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова